На телеканале РБК Омск новости. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Панков. Смотрите в этом выпуске. На пути к новой конституции. Какие поправки в основной закон страны утвердила Госдума в окончательном третьем чтении? Дальнобойщики против госавтоинспекции. Почему водители большегрузов боятся заезжать в Омск? Большая вода на подходе. Какие омские улицы затопят в первую очередь и можно ли с этим бороться? Триумфальное возвращение. Самый сильный человек в России, а Мич Евгений Марков, завоевал новый титул. Досрочных выборов не будет, а Владимиру Путину могут обнулить президентские сроки. Госдума сегодня в окончательном третьем чтении рассмотрела поправки в Конституцию. Теперь слово за Советом Федерации. За изменения должны проголосовать большинство сенаторов. Далее свой вердикт озвучит Конституционный суд. А уже после этого состоятся всенародные голосования. Ожидается, что оно пройдет 22 апреля. Этот день объявят выходным. Во втором чтении, напомню, Госдума одобрила несколько важных поправок. В том числе поддержала предложение Валентины Терешковой обнулить президентские сроки и позволить Владимиру Путину участвовать в выборах главы государства в 2024 году. А вот досрочных выборов в Госдуму, которые прогнозировали некоторые политологи, не будет. Против выступили коммунисты. Впрочем, избирательные участки в Омске этой осенью все-таки откроются. 13 сентября пройдут дополнительные выборы в городской совет. Также планируется избрание депутатов Совета муниципальных районов и двух глав сельских поселений. Масштабная же политическая кампания стартует через год. Жителям Омской области предстоит сформировать новый состав законодательного собрания и выбрать депутатов, которые будут представлять Омскую область в Государственной Думе. На одни и те же грабли спортивно-концертный комплекс имени Блинова в очередной раз могут полностью закрыть для посещения. В прокуратуре Центрального округа объявили результаты внеплановой проверки от МЧС. Выявлено семь нарушений требований пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью людей. Сегодня здание функционирует частично. Закрыт доступ к игровой арене и трибунам из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Холлы торговой площади продолжают использоваться. По данным справочника Дубальгис, в СКК расположены 35 организаций. В основном магазины одежды и спортивные секции. Прокуратура Центрального округа уже обратилась в Кировский суд с требованием приостановить деятельность спортивного комплекса до полного устранения нарушений. Иск принят к рассмотрению. На исполнении государственного предприятия находится предписание территориального отдела ГУ МЧС России по Омской области 30 октября 2019 года об устранении 53 нарушений требований пожарной безопасности до 1 октября 2020 года. По результатам настоящей проверки на указанном в объекте выявлено еще семь нарушений закона. Останавливают под сомнительными предлогами и увозят машину на дорогую штрафстоянку. Дальнобойщики жалуются на работу сотрудников Омской госавтоинспекции. Автомобилисты собрали больше тысячи подписей и подготовили обращение в Генпрокуратуру, ФСБ, Следственный комитет России и МВД. По словам водителей, транзитные машины из других городов теперь боятся заезжать в Омск. Около года назад представители ГИБДД стали активно останавливать дальнобойщиков под предлогом техосмотра. Причем диагностику, отмечают автомобилисты, проводят, как правило, без специальных приборов, на глаз и говорят, грузовик неисправен, вызываем эвакуатор. Он приезжает через несколько минут и увозит машину на штрафстоянку. Причем одну из самых дорогих в городе, которая, уверяют дальнобойщики, помимо стандартного тарифа на эвакуацию машины, в Омске это 2300 рублей, берет еще и 12200 рублей за, цитирую, «сложность погрузочных работ». Конец цитаты. Но главная проблема даже не в этом. По информации водителей, на этой стоянке нет мстеров, которые могли бы подтвердить, что техническая неполадка действительно есть, и ее оперативно исправить. Машина будет стоять на штрафстоянке, пока не исправишь неполадку. Там идут часы и оплата только наличными. Квитанция там есть, но это просто такой ордер, а инспектор выписывает отстранение от транспортного средства. Штраф 500 рублей и остальное уже на месте. Там уже неизвестно, куда идут деньги, поэтому у водителей терпение лопнуло. Боимся заехать в город и выехать. В Омской госавтоинспекции оперативно прокомментировать эту информацию не смогли. Мы отправили в ведомство официальный запрос. Следите за нашими новостями. Суд отказал обвиняемым по делу об обрушении казармы в очередном переносе заседания. Напомню, что в начале февраля на предварительных слушаниях 11 подсудимых, которых подозревают в причастности к трагедии, взяли отсрочку на месяц, чтобы изучить материалы уголовного дела. А сегодня и вовсе потребовали вернуть документы в Следственный комитет на дорасследование. Однако судья им отказал. Родственники погибших и пострадавших, которые более пяти лет ждали суда над виновниками обрушения, рассчитывают, что разбирательство будет быстрым. Мы знакомы с материалами дела от самого начала и до самого конца. То есть мы считаем, что экспертиза полная, что все выполнено правильно, никаких опровержений быть не должно. Все родители желают, чтобы суд действительно побыстрее был. Все хотят, чтобы были виновны и наказаны. Но с Пономаревым суд решит, но тем не менее все родители желают, чтобы и Пономарев тоже был осужден. Следствие установило, что в 2012 году казарма была признана аварийной. Тогда командование учебного центра решило, что проведет капитальный ремонт здания. Когда работы закончились, в казарму заселили десантников-новобранцев. Однако вечером 12 июля 2015 года часть трехэтажного строения обрушилась. Под завалами оказались 45 военнослужащих, 24 погибли. Обстоятельства трагедии расследовали около пяти лет. По версии правоохранительных органов, в обрушении виновны руководство учебного центра и подрядной организации, которые с многочисленными нарушениями сделали ремонт. Сейчас на скамье подсудимых 11 человек. Уголовное дело включает свыше 400 томов. Большое количество документов, которые предстоит изучить сторонам, затянет разбирательство как минимум на год, считают участники судебного процесса. Многие родственники погибших и пострадавших из Уфы, Томска и Красноярска уже заявили, что не могут позволить себе ездить в Омск на судебные слушания и предоставили право защищать свои интересы адвокатам. Следствие у нас было достаточно длительное. И пожелание потерпевших, конечно, хочется, чтобы судебное следствие прошло значительно быстрее. Многие, конечно, заявили, да, ходатайство, вернее, исковые заявления заявлены о искании морального вреда. Я представляю погибших. Часть у одной погиб муж, у другой сын. И третьего сына на ней заявили по 10 миллионов. Улицы Кордные, Рабочие, а также объездные дороги может затопить уже до конца недели. Риск оказаться по колено в воде есть у жителей частного сектора на железнодорожных, депутатских и в микрорайоне Первокирпичный. Именно эти территории ежегодно становятся точкой притяжения городских коммунальщиков. Впрочем, мэрии рапортуют. К весеннему паводку город готов. На борьбу с талой водой намерены бросить несколько сотен специалистов и более 200 единиц спецтехники. Исправность работы насосов, экскаваторов и погрузчиков, которые будут устранять паводок в Октябрьском округе, проверил главный омский дорожник Владимир Казимиров. По его словам, сейчас спецтехника работает на два фронта. Ночью и утром убирает снег, а днем, когда сугробы начинают таять, откачивает воду. На весенний режим технику планируют перевезти уже в ближайшие три дня. А значит, за оставшиеся 72 часа дорожникам предстоит вывезти на полигоны максимальное количество снега. Людей хватает, техники хватает. Но мы понимаем, что погодные условия нам ситуацию сами определяют. Вот эта неделя ожидается, я говорю, с температурами положительными дневными и ночными. Ясно, что очень активно работа будет вестись. Мы, как всегда, работаем в две смены, дневные и ночные. Мы все, как говорится, то, что по вывозке снега, по зимнему содержанию, переводим на работу по водоотведению и водооткачке. Чтобы не оказаться отрезанными от большой земли, жителям частного сектора, который, по словам Владимира Казимирова, к паводку готов только на 5%, в Управлении дорожного хозяйства настоятельно рекомендует, пока снег не растаял, его нужно скорее вывозить на полигоны. Ответственность за это лежит на самих собственниках. Также необходимо самостоятельно очищать канавы и ливневую канализацию. На сохранение лесов в Омской области потратят 130 миллионов рублей. Такую сумму региону выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология». В облправительстве рассказали, что на эти деньги уже закупили оборудование для тушения лесных пожаров и 56 единиц техники. Тракторы, автомобили высокой проходимости, снегоходы. Оставшиеся средства, 25,5 миллионов рублей, направят на увеличение площади лесовосстановления. Чиновники рассказывают, в этом направлении у региона есть успехи. Планы 2019 года перевыполнили практически в два раза. Однако часть деревьев ежегодно гибнет. И главной причиной специалисты называют подтопление, а не пожары и незаконные рубки, как принято считать. Вообще черных лесорубов в регионе стало в два раза меньше. В облправительстве считают, ситуация изменилась благодаря непрерывному мониторингу лесничеств. В прошлом году у нас объем незаконных рубок снизился объем на 58% по сравнению с 2018 годом. Количество на 30% снизилось. В прошлом году получается у нас общий объем незаконной рубки – это 9 тысяч кубических метров. Бумажный бронепоезд. На создание омской истории в миниатюре выделят почти миллион рублей. Омская диорамная мастерская получила президентский грант на создание копии бронепоезда «Победа», который в годы Великой Отечественной войны собирали на заводах и депо Омска. О том, почему об омских железных монстрах практически ничего не известно, и как выглядела машина, которая служила щитом для советских солдат и была страшным сном для противника, расскажет Анастасия Кишмерешкина, которая побывала в диорамной мастерской. Вокзал, электростанция, штаб с дежурным, железная дорога и даже собачья конура. На этой диораме омский бронепоезд «Победа» – бумажная история 1943 года. Битва на станции Лапланди рядом с Кольским полуостровом. Два батальона финнов, решивших напасть и завладеть складом горюче-смазочных материалов, и на порядок меньше советских солдат. Большая часть – омичи. На бронепоезде, собранном в Умске, они смогли дать отпор и защитить территорию. Здесь дивизион аэросаней, позволявших быстро передвигаться и вести борьбу с противником. Рядом яма от взрывов гранат. Все детали выполнены с максимальной исторической точностью. Глядя на макет бронепоезда, невольно начинаешь представлять битву, после которой многие не вернулись домой. Если вы у 10 человек на улице в городе Омске спросите, что вы слышали об омских бронепоездах, но если один скажет «да, что-то слышал, да, знают», а остальные скажут «что-то такое вообще, что-то было». Правда, у нас, к сожалению, поскольку информации не так много, а информация прекрасная, мы сами с удовольствием это все изучаем, потому что это правда очень интересно. В городских музеях не существует ни одной экспозиции участия омских бронепоездов в боях Великой Отечественной войны. Об этой странице истории родного края омичи практически не знают ничего. О том, что происходило 77 лет назад на станции Лапландия, мог бы вообще никто не узнать, если бы не наш земляк Михаил Осипов, машинист того самого бронепоезда «Победа». Он выжил и успел рассказать о битве краеведам. Теперь история о героическом поступке омичей и стальных монстров, которые создавались на омских заводах и в депо, и за годы войны уничтоживших без малого пять сотен танков, избившие больше сотни самолетов, должна передаваться дальше. Об этой странице омской истории, по мнению автора проекта Юрия Тетерина, лучше не рассказывать, а показать. Для того, чтобы показать, насколько там было тесно, мы сделали специально освещение. То есть во время экскурсии нажимает, здесь вот скобу, значит, тот экскурсовод, и здесь будут прозрачные сегменты вставлены, и в них, как в домике, прямо будет видно, как происходит зарядка орудия, сейчас орудия пока здесь нету, даже не размещено, как пулеметчики сидят, стреляют. Дотянуться рукой до истории омичи смогут уже через пару месяцев. 3 мая. Диорама бой Омского бронепоезда «Победа» откроется в Омской крепости. После авторы проекта отправятся в городские и областные школы с миниатюрной экспозицией, рассказывать и показывать, как завоевывалась Великая Победа. Чемпион вернулся на родину. Сегодня из американского города Колумбус с транзитом через Москву в Омск прилетел Евгений Марков. Победитель международного турнира по силовому экстриму Арнольд Классик. Самого сильного человека в России в Омском аэропорту встретил мой коллега Филипп Лебедь. На часах в 5 утра внимание встречающих приковано к рейсу 1762 Москва-Омск. На борту самолета сильнейший человек в России, чемпион одного из самых престижных турниров по силовому экстриму Арнольд Классик 2020 Евгений Марков. Чемпион! 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 Встречают самые близкие, семья и партнеры по команде. Признаются, на протяжении трех дней, что длился турнир, они практически не спали. Последний день, конечно, у нас такие были эмоции. В час ночи жена сообщила, что он победил. Женя победил. Мы все, конечно, не спали от радости. Турнир проходил в американском городе Колумбус. Победа, по словам Евгения Маркова, далась непросто. Перелет только в одну сторону занял почти сутки. Помимо тяжелых физических испытаний на турнире, пришлось выдержать еще и психологическое давление. Вот эта победа для меня самая запоминающая, потому что к этой победе я шел пять лет. Было очень тяжело, нервы на пределе, но мы это сделали. Очень много соперников, несмотря на то, что годов, борьба шла до последнего, до последнего упражнения. Очень большой опыт в этом мне помог. Женька его привез. Этот Арнольд-классик для Евгения уже пятый. Наставник чемпиона по совместительству тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко, вспоминая тяжелый путь к победе. В предыдущих попытках не везло, мешали травмы. Два раза омский стронгмен занимал шестое место и дважды останавливался всего в шаге от победы. Вот другие турниры, он приезжает на чемпионат России, соперников вообще не видит. Он шестикратный чемпион России, обладатель титула, самый сильный человек России. Приезжаем в Америку, не идет, вот не идет, не идет. И вот сейчас он уже ехал просто на зубах. То есть, либо пан, либо пропал, надо было просто вытягивать и все. Евгений Марков свою победу никому не отдал. Свою самую долгожданную победу Евгений Марков обещает долго не праздновать. Уже завтра он возобновляет тренировки. Титул чемпиона Арнольд Классик дал ему прямой билет к более престижному турниру Арнольд Классик Про, который состоится в 2021 году. Там соперники будут еще серьезнее. Василий Грищенко уже готовит для своего воспитанника тренировочную программу. Верит, а мич Евгений Марков может стать первым российским силачом, победителем Арнольд Классик Про. На этом у меня все. Будьте в курсе событий вместе с телеканалом РБК Омск. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова